Что сейчас происходит в Одессе, узнаем у депутата Одесского горсовета Сергея Бавбалан. Он на прямой связи со студией по телефону. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Скажите, какая обстановка в городе к этой минуте? Что предпринимают радикалы? Ну, радикалы уже для того, чтобы показать, что Куликово поле разгромлено и Одесситы подавлены. Они прошлись сегодня на Куликовое поле, провели там небольшой митинг, разошлись. Но я думаю, что насколько мы похороним наших товарищей антифашистов, то мы по-прежнему будем проводить наше собрание. Никто нам не сможет запретить. Мы не сепаратисты, мы антифашисты. И у вас прозвучала тема назначения нового начальника, я вам объясняю, он родом Сивана Франковска. Это говорит о том, что дальнейшие зачистки города будут продолжены. Это оккупация, это фашистский режим. Они говорят не на родном языке для одесситов. И показательно, что 2 мая тех, которых сжигали, а уже, по моим данным, около 80 трупов, потому что тяжелораненые, умирают. И еще, по некоторым данным, не все трупы выведены из дома профсоюза. А остальные люди, которые остались живы, чудом выжили, они были арестованы. Под копирку написано уведомление о подозрении, где вина каждого никак не расписана. Это абсолютная копирка. Поэтому сегодня сотрудники милиции, которые освободили, считая на законных основаниях незаконно задержанных, они, во-первых, смотрели на свое здание и понимали, что сейчас от этого здания, с учетом того, как себя вела милиция 2 мая, ничего не останется. Там будут пеющие головешки. Поэтому, когда люди ворвались сюда, на территорию УВД города, где находится изолятор в Левом Собиране, они очень быстро начали соображать. Мне удалось с товарищами потратить минут пять для того, чтобы взять на себя ответ и сказать, они готовы выпускать, сейчас будут выпускать, прекратите. Были горячие головы, которые искали подходы к окружайной комнате. Все это могло опять закончиться трагическим. Но в любом случае одесситов ждут очень тяжелые времена, поскольку зачистка продолжается, антитеррористическая операция, которая проводится на Востоке, она в этот же день, 2 мая, была начата в Одессе. Просто при попустительстве милиции, заведенные правый сектор и все им сочувствующие в Одессе, решили показать, кто хозяин в городе. Хозяин в городе одесситы. Поэтому ничего у них не получится. Мне сегодня подходили огромное количество людей, о том, что я пообщался с теми людьми, которым удалось выжить в этом доме профсоюза. И говорили о том, что они не знают, что делать. То есть кипит злоба и возможны очень серьезные последствия. Я, со своей стороны, буду делать все для того, чтобы мы не отвечали агрессии на агрессию, потому что фашисты есть фашисты. Но бороться с ними нужно другими методами. Все то, что мы знаем, все материалы, которые у нас есть, они должны послужить основанием для дальнейшего судебного процесса при любой власти. Я надеюсь, что скоро все-таки будет какая-то возможность куда-то обращаться, чтобы это все было расследовано. Сергей, приходит сообщение, что новое руководство милиции дало радикалам адреса отпущенных сегодня людей. Вы можете подтвердить эту информацию? А адреса кого? Приходит сообщение, что в милиции радикалам дали адреса людей, которые сегодня были отпущены. Тех самых отпущенных людей, которых задержали 2 мая. У меня нет возможности проверить информацию. В ближайшие дни это покажут. Посмотрим, на что они способны. Но на любой индивидуальный террор, вы же понимаете, у людей нет другого варианта, кроме отвечать такими же действиями. Думаю, что они не решатся. Думаю, что одесситы, когда похоронят своих товарищей, говорю о том, что уже сегодня данные о 80-ти трупах, о 80-ти погибших, наверняка и куча пропавших генериц, которые, судьба которых тоже, я так понимаю, к сожалению, печальная, то в Одессе ситуация поменяется. Она и до того не была, ну, такой, если бы не завезенные вот эти вот правоседки. И я вам говорю сейчас о том, что в доме Павлова в Лугановске, по нашим данным, около 200, вчера пировали победу, так называемую. И я вам скажу, когда смотрел прямой репортаж местных событий возле этого дома, мне, про Союзов, меня поразило. Потому что это был реплян, это было ликование на трупах. О том, что людей добивали, мне это известно. И самое главное утка, которая была запущена тут же, во всех СМИ, которые подхватили, потому что это пропаганда государственная, она брешет постоянно. А что вы жалеете? Там 15 человек с России и 5 в Приднестровье. Вставки. Да, Сергей, мы все видели эти кадры и многие читали эти сообщения. Скажите, есть ли сейчас на улицах Одессы противники киевских властей, и как настроены они? Противники киевских властей, это, по моим оценкам, более 70% одесситов. Но они сидят, и когда на них давит пропаганда государственная, других средств массовой информации у нас нет, потому что Россию запретили. Поэтому они, ну, оголтелая пропаганда. Мало того, официальная пропаганда, она как бы чистенькая, а все то, что идет по интернету, будем убивать, резать, выжигать и так далее, она дали на людей. Поэтому понятно, что люди боятся. Но боятся не все. И для меня показательно, что сегодня с Крюкового поля пришло порядка полутора тысяч человек, которые и повлияли на принятие решения в городском управлении внутренних дел, на принятие решения по поводу освобождения, немедленного освобождения наших соратников антифашистов. Скажите, есть ли риск новых столкновений в ближайшие часы? В ближайшие часы я не вижу оснований для таких столкновений. Потому что люди занимают еще такую позицию. Мы пока не похороним наших товарищей, героев, настоящих героев, нелиповых. Значит, естественно, никакого реагирования не будет. Мне известно о планах большинства по поводу того, что на Крюковом поле, не далее, как завтра-послезавтра, будет установлена трибуна, там будут собираться люди, и мы, нам рот не закроют. И ничего не сделают, и не сделают нас рабами. Потому что сегодняшняя власть, вот эта, которая производит зачист, если они себя ведут так, до 25 мая можно себе представить, каким образом они будут вести себя дальше. Государственная власть и государственная пропаганда нынешняя, она уже не видит никого. Мы все стали украинцами. Мы уже забыли, мы никогда не слышали о гражданах Украины. Мы все украинцы. А все русские платили. И годами, 22 года нам наслаждали образ врага. Вот Конфарион сформулировал, что у нас один упорок Московия. Это их комплекс неполноценности. У них нет другого идеологии, кроме как враг, Россия и Москва. Я вам хочу сказать, я родился в Советском Союзе, и для меня вы стреляете и убиваете. Я все вижу, я все понимаю, вне зависимости от пропаганды. В России живут братья, в России живут друзья. И эта дружба проверена веками, нашими совместными победами и поражениями. Да, Сергей, к сожалению, не все об этом помнят. Я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на прямой связи из Одессы был депутат Горсовета Сергей Бовбалан.